Считанные дни остаются до конца этого года. Да, друзья, сегодня уже 25 декабря. И мы с удовольствием говорим вам доброе утро. Улыбнитесь новому дню и не забудьте сказать своим близким люблю. И пусть эта пятница, кстати, последняя в году, принесет вам массу приятных сюрпризов. Ну а мы, Сергей Муканов и Екатерина Иванилова, доставим вам порцию утреннего фреша прямо сейчас. Мы поздравляем вас с католическим Рождеством и желаем отличного утра. Официальный партнер программы «Утренний фреш» – оператор рекламы на транспорте, компания «Борд-76». Хотите быть заметными? Обращайтесь к оператору рекламы на транспорте «Борд-76». С нами вас увидят. Смотрите сегодня в программе. Узнаем много нового о грушевом соке. Составим список дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года. А также познакомимся с Андреем Корниловым, представителем четвертого поколения династии дрессировщиков-слонов. А еще с его маленьким другом Томом. Смотрите «Утренний фреш». Отличной здоровой традицией стало начинать каждое утро с полезного и вкусного свежевыжатого сока. Сегодня мы расскажем вам о полезных свойствах грушевого фреша, который входит в десятку лучших соков с выраженными терапевтическими свойствами. В соке из груш присутствуют легко усвояемые сахара, дубильные и пектиновые вещества, катехины, витамины А, С, Е, П, 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 витамины группы В, а также бета-каротин. А еще, Катюша, присутствует витамин красоты биотин. В соке содержится множество минеральных элементов. Медь, йод, цинк, железо, бор, фтор, марганец, кобальт, никель, кремний, рубидий, магний, натрий, кальций, фосфор, серый фтор. В общем, вся таблица Менделеева получается. Благодаря богатейшему составу польза грушевого сока для организма просто неоценима. Он выводит из организма токсины и другие вредные вещества, включая соли тяжелых металлов. Эфирные вещества, присутствующие в нем, укрепляют иммунитет, повышают сопротивляемость инфекциям, уменьшают вероятность возникновения воспалительных процессов и предотвращают депрессивные состояния. А еще употребление грушевого сока помогает избавиться от лишнего веса. Так что пейте грушевый сок и смотрите Утренний Фрэш. 25 декабря протестанты и католики всего мира отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Ну а согласно рождественским традициям, в ночь с 24 на 25 декабря Санта-Клаус кладет под новогоднюю елку подарки. На утром, когда все просыпаются, начинают открывать коробки, в которых находятся эти самые замечательные подарки. Если семья большая и многодетная, то дом наполняется пустыми коробками, которые дети не всегда спешат убрать, ибо их внимание уже приковано к содержимому. Видимо, поэтому завтрашний день, 26 декабря, и стали называть в англоязычных странах Boxing Day – День коробок. Ну, Катя, а что можно сделать с этими коробками? Ну, например, можно поднять себе и своим близким настроение и даже улучшить аппетит. И каким образом? Да очень просто. Упаковав завтрак в красивую коробочку, как показано у нас на примере, можно получить настоящее эстетическое удовольствие. Поэтому мы взяли и сделали красивый завтрак, подарили его своему близкому в качестве, в общем, такого предновогоднего сюрприза. Да, друзья, то, что изображено на наших картиночках, можно повторить, можно также красиво нарезать фрукты, овощи, положить другую пищу какую-то, снять и взять с собой в красивой коробочке. И когда вы достанете это на рабочем месте, кушать это будет гораздо приятнее. Ну, и окружающие посмотрят на вас с восторгом. Ну, а самое главное, не забудьте приложить к этой коробочке свежий выжатый сок. Надоел однообразный, а у нас всегда он разный. И полезный, и живой. Завтрак 100 рублей и твой. Чай и кофе, йогурт, каша, что душе угодно вашей. Сырник, блинчик, круассант, сэндвич, сок. Попробуй сам. Папа, Карло и Джузеппе приготовят вам с утра завтрак. Завтракать пора. В предновогодней суете многие забывают посещать спортзал. Ну, или просто не находят на него времени и сознательно отказываются от физических упражнений. А это неправильно. Берите пример, Сереж. Это неправильно, друзья, еще и потому, что врачи утверждают, каждые 15 минут мы должны заниматься какой-нибудь физической активностью. Только тогда в наших жилах, венах и во всем прочем теле не застаивается кровь, и человек чувствует себя хорошо, тепло и уютно даже в любую зимнюю погоду. Так что где бы вы ни находились, каждые 15 минут совершайте нехитрые упражнения, такие как Сергей, и будете в отличной физической форме. Ну, а после Нового года обязательно запланируйте посетить спортзал. Приглашаем в фитнес-клуб «Олимп». К вашим услугам тренажерный зал, групповой фитнес, зал единоборств, а также сауна. Работаем круглосуточно. Телефон 700 840. «Олимп фитнес» вместе к вершинам. Конец декабря, самое время подводить итоги уходящего года. И хотя за целый год было сделано немало дел, в конце всегда найдутся те, которые мы отложили на последний момент. Мы решили подготовить для вас список вещей, которые необходимо сделать до Нового года, чтобы в предновогодней суете не упустить что-то действительно важное. Итак, во-первых, что нужно сделать до Нового года, это отдать вещи других людей. Кто-то забыл у вас свою перчатку, кто-то шарф или настольные игры. Кому-то вы до сих пор должны отдать деньги или какой-то заказ. Все надо вернуть. Новый год не любит должников. Освободитесь от всего, что вас держит. Постарайтесь расплатиться с долгами и не храните в доме чужие вещи. Итак, друзья, первый пункт запомнили, переходим ко второму. Во-вторых, выбросить нужно старые и ненужные вещи и весь хлам. Старую микроволновку, которая уже давно не работает. Например, утюг, который только и делает, что постоянно течет. Или елочные новогодние игрушки, которые каждый раз кочуют из одной коробки в другую, а на елку вы их не вешаете. В общем, вот этой вот генеральной уборке дружно говорим «да». И мы не просто выкидываем или отдаем, избавляемся от ненужного. Сломанные и непригодные вещи, которые вы все мечтали починить или переделать, в мусорку, все в мусорку. Если даже давно обещали что-то пришить и носить, но так и не сделали, тоже в мусорку. И никаких отговорок. Новый год – чистый год. Совершенно согласна. В-третьих, нужно доделать все важные дела, которые вы откладывали на протяжении всего года. Ну, или хотя бы одно. Посмотрите на ваши нескончаемые списки. Да, дел много, но ведь их будет много всегда. Выберите, например, тройку лидеров. Самые старые, ну или самые важные задачи. И решите их. Важно закрыть лишние двери, чтобы в 2016 году перед вами открылись новые. Чтобы было куда расти и куда двигаться. Закрыть зачетную сессию, например, доделать квартальный отчет, доехать, наконец, до бабушки, доделать ремонт, дочитать книгу, да все, что угодно. Все, что вы откладывали целый год и все, что не решали сделать. Пора. И в четвертых, друзья, попросить прощения нужно у тех, кому вы причинили боль или кого обидели. И самим простить обидчиков. Важно прийти в Новый год без чувства обиды за плечами, с улыбкой на лице и с любовью ко всем окружающим людям. Да, вас кто-то обидел, кто-то не понял. Вы кому-то в эмоциях сказали много лишнего. Забыть, попросить прощения и жить дальше. Потому что, говорят, просить прощения никогда не поздно. Пришел вот тот самый нужный момент. Поверьте, прежде всего легче станет вам. Хотя бы просто напишите. Это же так просто. Да. Следующий важный пункт – это сказать спасибо тем, кто сделал ваш год прекрасным. Как же важно поблагодарить тех, кто сделал ваш год особенным, кто вообще сделал ваш год. Для меня слово спасибо стало самым волшебным в этом году. Я прошу всех, с кем знакомы, говорить его чаще. Вот увидите, жизнь начнет вам улыбаться. Ну и еще, я так понимаю, один пункт – нужно провести анализ года. Подвести итог. Это неотъемлемая часть. Освобождаем для себя любимого или любимой 10-15 минут и присуждаем личную премию 2015 года. Это могут быть песни года, фильмы года, места года, знакомства года. По желанию вы можете даже добавлять в вашу премию все, что захотите. Все, что покажется вам значимым и важным. Так вы, во-первых, вспомните все события прошлого года, а во-вторых, поймете, куда двигаться в новом году. Также отметьте для себя пробелы, чтобы заполнить их уже в 2016. Ну и, наверное, самое главное – это решить, как и с кем вы будете отмечать волшебный праздник. Почему волшебный? Да потому, что правило работает на самом деле. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хотите, чтобы в следующем году вас окружали родные и любимые люди? Окружите ими себя с 31 декабря по 1 января и будьте счастливы. Друзья, программа «Утренний фреш» отходит от привычных стереотипов телевидения. Не гости приходят к нам в студию, а мы приходим в гости к гостям. Простите за тавтологию, но сегодня мы в Ярославском цирке. И сегодня здесь, в нашей импровизированной студии, на наших красных диванов, замечательный артист цирка Андрей Корнилов, представитель четвертого поколения династии Корниловых, которые занимаются дрессировкой слонов. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. И пришли вы к нам не одни, а пришли с замечательным товарищем. Представьте его, пожалуйста. Да, это мой друг, его зовут Том. Он является у нас белоплечим капуцином. Угу. Ничего себе. Очень приятно. Привет, Том. Мы знаем, что вообще ваша династия занималась исторической дрессировкой слонов. А теперь получается, что расширяете свое влияние, правильно? Ну, не совсем правильно то, что с самого начала возрождения династии, появления династии все занимались только слонами. У моего прапрадеда были также и верблюды, были и хищники, были медведи, и там большие крупные породы собак. В общем, лошади были, да. Но мой прапрадед очень сильно полюбил слонов, и всю свою жизнь он посвятил именно изучению этих животных. И там во второй половине своей жизни он собрал около 11 слонов и работал именно вместе, одновременно вот так. Они все выходили на манеж 11. По слонам вы, ваша династия, профессионалы, специалисты. Насколько вообще сложно дрессировать слонов? Они же такие большие. Как они слушаются? Самое сложное за ними, наверное, ухаживать и создавать им все условия, чтобы им было комфортно находиться у нас в семье. Сложнее всего, я считаю, это дрессировать маленьких животных, например, там... Таких, как обезьянка? Даже, не знаю, с обезьянками у меня работает моя сестра. А давайте угостим обезьянку. Мне хочется, чтобы она вот занялась каким-то делом, мне кажется. Да, попробуем. Ради бога, можно попробовать. Том, ты будешь? Будешь? Попробуй. Это апельсин тебе дали. Это тебя угостили, а не меня. Бери. Бери. Ну, а мы пока продолжим беседу, пока Том займется делом. Что касается слонов? Что касается слонов, они очень разумные и они очень хорошо понимают человеческую речь. Поэтому с ними легче договориться, нежели чем с маленькими рыбками в аквариуме. То есть слоны понимают человеческую речь и слушают с командой? Да, абсолютно верно. У нас маленькая слониха Марго, которая была привезена именно сюда, в Ярославль, три года назад, она всю жизнь прожила в Китае. Три года она слушала только исключительно китайскую речь. И когда она приехала сюда к нам, то мы с ней по-китайски не разговаривали, говорили на русском языке. И вот за полгода она могла выучить около шести или семи сложных трюков. И, естественно, мы ее именно дрессировали на русском языке. А сейчас она уже выступает? Она уже полноценный член труппы? Совершенно верно. Во всех выходах она очень принимает участие. Мне интересен рацион. Опять же, в связи с Новым годом, я так понимаю, например, Том у нас аппетитно откушает сейчас наш символ утреннего фреша апельсин. А слоны, как вы их кормите? Значит, то, что касается апельсинов, естественно, все апельсины забирает Том. Слонам достается в основном овощи, сено, каши. Едят они около 150 килограмм в день каждый слон. Каждый? Каждый, да. Кушают они около 18 часов в сутки. Так как у них нет желчного пузыря, они должны постоянно прогонять внутри организма желчь и постоянно кушать. В общем, когда они не выступают и не спят, они кушают. Да, да, совершенно верно. Хорошо. У меня вопрос про выступление, я имею в виду про успех у зрителя. Всегда же нужно цирковым артистам, цирковым программам находиться на переднем крае. Вы к нам, знаю, что приезжали год назад, по-моему, да, была одна программа. Сейчас что-то новенькое, наверное, подготовили. Вот в чем заключается успех? Почему на представление продолжает приходить народ? Ведь не одно и то же нам показывается. Самая основная задача – это дарить людям радость и дарить людям то, что мало они замечают в своей обыденной жизни. Да, некий праздник, некую вот такую сказку, эйфорию, наверное, демонстрации там силы, ловкости. Естественно, мы должны идти в ногу со временем, мы должны смотреть и следить за всеми новыми трендами, да, что происходит. И, конечно, менять постоянно, каждые там три года, менять концепцию самой программы и образность ее, какие-то новые номера. Ну, сейчас какие новые номера? Что у вас вводите согласно модным требованиям? Ага, ну вот сейчас, например, мы делаем новогодний спектакль «Дед Мороз и слоны». Сюжет такой будет, что брат и сестра засыпают и отправляются в сказочное путешествие. На пути их встает черная королева, которая всячески хочет им помешать добраться до острова слонов, на которой их пригласил принц с острова слонов, да, и вот строит разные козни. Козни, да. И в этом нашем сказочном новогоднем представлении будет очень много животных. И к нам сейчас присоединились наши родные, моя двоюродная сестра Ольга Корнилова и ее муж Александр Валиев. Вот, и они будут работать с аттракционом экзотических животных. В общем, помимо слонов, мы увидим много-много интересных животных, красочных костюмов, красивых декораций. Я думаю, что мы с сестрой, мы делаем этот спектакль, мы максимум будем приближать людей вот именно к сказке. Что еще нужно в канун Нового года? Конечно же, сказку. Ну, закончится-то и все хорошо? Конечно, хорошо. Добро всегда побеждает зло. Ну что ж, и теперь давайте расскажем ярославцам, когда они смогут из такого плохого числа увидеть или все. Мы начинаем наше представление с 25 декабря и будем работать все новогодние праздники. Если будут зрители просить, будете продолжать. Да. Спасибо огромное замечательному артисту Андрею Корнилову, который сегодня пришел, можно сказать, к нам в гости. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А если звезды дают нам рекомендации о том, как приятно и с пользой провести этот день, почему бы к ним не прислушаться? Гороскоп вашему вниманию. У овнов в этот день благоприятен для встреч. Поток людей и впечатлений не оставит ни одной свободной минуты. Многим овнам придется учиться самим, учить чему-то окружающих, и в результате они встретят Рождество и Новый Год умудренными опытом прошлой деятельности и обновленными впечатлениями последнего времени. Неплохо было бы отвлечься от забот, создать праздничное настроение себе, детям, ну или просто отдохнуть. У овнов в этот день благоприятен для встреч. Поток людей и впечатлений не оставит ни одной свободной минуты. Многим овнам придется учиться самим, учить чему-то окружающих, и в результате они встретят Рождество и Новый Год умудренными опытом прошлой деятельности и обновленными впечатлениями последнего времени. Неплохо было бы отвлечься от забот, создать праздничное настроение себе, детям, ну или просто отдохнуть. Иных отношениях близнецов могут быть неожиданности, связанные со встречей новых или старых родственников. Сделайте так, чтобы ваши близкие восхищались вашей энергичностью, обаянием, веселым нравом, и ваши отношения обретут новые краски. Раком радостная атмосфера праздника создаст приподнятое настроение. Рождественские каникулы сулят романтические встречи. Вы можете рассчитывать на благосклонность избранника. Продлите это состояние, ведь оптимистический настрой – гарантия хорошего самочувствия. Сегодня звезды способствуют росту общительности и подвижности львов. Не исключено, что вам будут преподнесены подарки, причем именно то, что нужно. Много разговоров, несмотря на праздник, будет посвящено темам финансов и предстоящей работы. Рождество пройдет веселее, если будет наполнено разнообразными событиями, встречами, поездками или знакомствами. Сегодня велика вероятность того, что девы станут инициаторами домашних торжеств. Девы-родители склонны играть и веселиться с детьми, потакать их капризом и вспоминать о том, каким радостным было их собственное детство. Не жалейте денег на какие-либо вещи и подарки, которые вам могут приглянуться. Материальные блага не самое важное для вас сейчас. Весы. Чем больше вы сегодня отдадите, чем больше приобретете. Благоприятно дарить подарки, проявлять свою щедрость, раздавать милостыню. Во всяком случае, необходимо как-то положительно отреагировать, если у вас что-то попросят. Постарайтесь проводить с родными больше времени. Скорпионам сегодня будет легко найти общий язык с детьми, и вы будете с увлечением участвовать в праздничных мероприятиях. Однако многих из вас от общения с детьми будут отвлекать профессиональные дела. Сумейте ненавязчиво проявлять свое внимание и заботу, давать мудрые советы, быть примером и авторитетом. В семейных отношениях у стрельцов сегодня возможны приятные неожиданности, связанные со встречей новых или старых родственников. Старайтесь многое сделать для других, помогайте окружающим и предоставьте шанс тем людям, которые хотят помочь вам. В семье козерогов сегодня возможны неожиданные события позитивного характера. Не исключено вручение ценных подарков передовикам производства или именинникам. Самое ценное для вас искренность и верность в отношениях, поэтому главным подарком козерогу может стать любовь близких и дружеская поддержка. Как однажды сказал Роберт Льюис Стивенсон, друг — это подарок, который вы делаете сами себе. У водолеев этот день подходит для семейных дел. Вы не без оснований можете гордиться домочадцами, и они отвечают вам взаимностью. Хорошая пора для укрепления родственных связей. Не забывайте и о знаках внимания второй половине. Обязательно учитывайте характер и склонности того, кому собираетесь делать подарок. Людям с практическим подходом к жизни не стоит дарить дорогостоящие розы, а романтикам полезную, но банальную кофеварку. Многие представители знака рыб захотят сегодня порадовать подарками своих возлюбленных и близких. И сделают это с присущей им изобретательностью и фантазией. Вы призваны очаровывать людей, действовать на них ободряюще, стимулировать их творческие способности и душевную щедрость. Таким этот день будет с точки зрения астрологов. Но сделать его незабываемым можете вы сами. День рождения сегодня отмечают британская поп-певица Дайда и лидер группы Алиса Константин Кинчев. Я предлагаю раз уж у таких музыкальных людей сегодня праздники и отметить это музыкальным клипом. А кого? Дайда или Кинчева? Давай что-нибудь среднее. Пистолеты? Да. 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 Субтитры подогнал «Симон» Край земли достать руками невозможно И до звезд докинуть камень невозможно И вернуть тебя обратно невозможно Но я очень постараюсь, можно Разреши мне тебя завоевать Разреши и не будешь шалеть ни о чем Сколько можно тебя находить и терять Дай мне шанс, и мы будем вдвоем Мне начать тебе признание очень сложно Прерывать твое молчание очень сложно Забросать тебя цветами и обнять тебя руками Очень-очень-очень сложно, но я верю, можно Разреши мне тебя завоевать Разреши и не будешь шалеть ни о чем Сколько можно тебя находить и терять Дай мне шанс, и мы будем вдвоем Субтитры подогнал «Симон» Разреши мне тебя завоевать Разреши и не будешь шалеть ни о чем Сколько можно тебя находить и терять Дай мне шанс, разреши мне тебя завоевать Разреши и не будешь шалеть ни о чем Сколько можно тебя находить и терять Дай мне шанс, разреши и не будешь шалеть ни о чем И мы будем вдвоем Таким этот день будет с точки зрения астрологов Но сделать его незабываемым можете вы сами Кстати, вы... Это китайский утренний фураж из китайской груши Вы записываете, да? Студия Red Production Производство телепередач, видео и аудиорекламы Видеодизайна, видеопрезентации, фильмов Репортажи о ваших событиях Продолжение следует...